Всем привет! Сегодня мы расскажем об экспедиционном автомобиле сопровождения Таранавтика Соболь 4х4. Покажем, что у нас в рундуках, что хранится в нем, какое у него назначение и в принципе немножко расскажем о машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первая ошибка, это не кемпер, это именно машина сопровождения. Это смесь технички и полевой кухни. То есть он везет оборудование, это большой шатер, который вы могли сейчас видеть, два огромных холодильника, рундуки с продуктами, водой, питьевой, посудой. В общем, всем тем, что нужно для того, чтобы группа из пяти кемперов могла комфортно разместиться вот на такой поляне и отдыхать. Пойдемте тогда посмотрим именно уже по рундукам. Начнем с правого борта. И я по каждому рундуку подробно расскажу. Значит, правый борт у нас здесь имеется в виду маркиза, который откидывается у нас на случай дождя. Большой, длинный отсек. В центральной его части мы храним шатер Maverick, который у нас рассчитан на всю группу. Здесь у нас вот такие пластиковые лотки, в них просто удобно хранить всякую одноразовую посуду, мусорные мешки и все такое подобное. Здесь у нас едут консервы, бытовая химия, фольга, всякое вот такое. Самый часто открываемый холодильник у нас в правом борту. Вот такая красота у нас выезжает. Собственно, вот доступ к нему. Здесь у нас еда, напитки, свежее мясо. Здесь у нас вот такой лоточек, который мы захламляем всем подряд. И здесь же у нас располагается раклина. Это если нужно что-то помыть, овощи, руки, почистить зубы, допустим. То есть, все это вот здесь. Соответственно, опускается крышка, фиксатор, все убирается. Закрываем. Следующий отсек, наверное, будет показать крупный и интересный. Это у нас такое сердце энергоблока. Выключатель массы, который обесточивает у нас вот эту настройку. Освещение по бортам. И внутри каждого отсека у нас имеется. USB зарядки. Тут у нас все непрерывно заряжается. 220 диагностические показатели. Вот 12,9 сейчас, 0 ампер потребления. И, соответственно, внутри здесь, собственно, смонтирована вся электроника. И два аккумулятора. Это сердце нашей энергосистемы. Тут еще интересный есть момент. У нас в рундуках, которые открываются вот таким образом, есть вот такие вот столики. То есть, можно что-то сюда поставить, положить. Там камера, ноутбук. Все, что нужно поближе к зарядкам. С этим отсеком закрыли. Закончили. Закрываем. Значит, здесь у нас также располагаются продукты, специи, макароны, жидкое мыло, мусорные пакеты, само собой. И выдвигается у нас вот такая двухкомфорочная плита. Значит, у нас у меня есть экран, который мы раскладываем. Все это подключено к двум газовым баллонам. Там у нас два газовых баллона. На той стороне по 25 литров. Один подключен к этой плите, другой подключен к газовой колонке, которая у нас греет воду. Соответственно, если ветер особенно сильный. Еще такая у нас лицевая часть есть, которую мы тоже на нее замыкаем. И можно готовить абсолютно без проблем. Еще интересный момент. Точно такая же крышка. Тоже мы используем ее по двойному назначению. Вот такие вот оттяжечки. Вот этот у нас фиксатор. Соответственно, тоже это рабочая поверхность. С этого борта тогда уходим, идем в филейную часть. Большой отсек, который у нас сейчас захламлен по экспедиционному. Тут у нас безалкогольные напитки. Безалкогольные. Тут у нас овощи, фрукты, каши. Здесь у нас выдвигается такой лоток. Здесь у нас посуда вся хранится. Соответственно, подсветка у этого всего есть. Здесь же ступенька и ручка для доступа в палатку. На крыше у нас располагается палатка, где, собственно, водитель этого автотранспорта проживает таким вот образом. Дальше достается лестница и вот сюда устанавливается. Следующий интересный момент – это наша душевая кабина. Подсмотрена у иностранцев. Творчески доработана. Вот она. То есть забираем все внутрь. У нас здесь сбоку молния. Включаем душ, принимаем водные процедуры. По окончанию сворачиваем, скручиваем. Давайте сейчас времени не терять. Вот так положим. Вот здесь крупно. Давайте посмотрим, как у нас выглядит подключение. Это смеситель горячая и холодная вода. Это штуцер, латунные, подключение душевой лейки. Это у нас слив воды. Когда заканчивается экспедиция, мы его открываем, сливаем. У нас внутри в раме расположен 320 литров бак. Это, собственно, та вода, которой мы пользуемся во время путешествий. Продолжаем. Левый борт. Начнем точно так же с верхнего. Здесь у нас расположен шансовый инструмент. Хайджек. Творческий беспорядок. Значит, в этом отсеке у нас хранится казан, газовая горелка, стулья для тех, кто едет на этом автомобиле. Три стула у нас предназначены для персонала. Это у нас сквозной отсек, где хранится шатер. Это отсек, где хранятся шаквы, тросы, ремкомплект для ремонта шин, манометры. Лебедочные пульты. В общем, все, что относится к внедорожному потенциалу этого автомобиля. Значит, вот этот отсек. Это газовая горелка. И тут же располагаются эти два газовых баллона. Один на ту плиту, которую мы уже показывали. И один как раз на эту газовую горелку. Когда мы в душе открываем горячую воду или в раковине, соответственно, зажигается, идет пьезоподжиг. Зажигается. У нас тут есть такой специальный фиксатор. Обратите внимание. Это она должна быть открыта. Потому что вот отсюда идет жар. Колонка разгорается. У нас идет как бы проточный нагреватель. Вот этот интересный отсек. Он тоже технический. Здесь у нас расположены канистры для ГСМ. Резервный генератор, если он нам потребуется. Но в данном случае у нас тут большие перегоны от заправок. Поэтому у нас еще дополнительные канистры сюда приехала непрофильная. Инструмент. Шванг 15 литров. Грововина. Вот отсюда, может быть, ее будет видно. С этой стороны. Отсюда мы заправляем воду в бак. Ну и там же расположен уровень, по которому мы ориентируемся, сколько воды у нас, собственно, остается. Еще один большой отсек. Тут у нас место под хранение. Сейчас оно занимает водой. Большая группа. Много детей. Поэтому вода в бутылках, это питьевая. Та, что пьется в сыром виде. Здесь у нас расположен газовый гриль. Всякие воронки. Насос. Это если мы заправляем воду в бак, например, с реки, с озера. Мы пользуемся вот таким насосом. Если есть возможность подключения к крану, то тогда это не требуется. И еще один холодильник. Тут, наверное, интересно будет его показать. Он расположен в таких вот салазках. То есть, после того, как он выезжает, он опускается. Соответственно, тут у нас сейчас едет мясо. Баранина купили мы свежую. В поездку. В таком еще вот термочехле. Соответственно, обратно точно так же он у нас заезжает. И фиксатором. Хладильник тяжелый, чтобы он об двери не бился. Фиксатором его закрываем. Ну, в принципе, все рассказал. За задней осью у нас есть еще вот такие вот рундуки. Там у нас расположены грязные троса, забродники, провода для прикуривания. Ну, и какая-то техническая вещь. Собственно, по самому автомобилю. Автомобиль полноприводный. Усиленные рессоры по дополнительному листу добавлены, потому что большая грузоподъемность. Очень много всего везем. Сзади пневмо-баллоны, пневмо-хелперы. 32-е колеса грязевые. Силовой бампер. Две лебедки спереди, сзади. Потому что машина идет основной. Возглавляет колонну. Она может и сама застрелять. Может страховать группу. Ситотодиодная балка. Шноркель. Силовой багажник. Вот такой вот автомобиль. Вкратце рассказал. Надеюсь, было интересно, не скучно. И я думаю, что теперь этим видео можно будет ответить на все вопросы, которые были по этому автомобилю.